Всем привет, с вами Крэйзи. Вот сколько режимов вы знаете? 10, может быть 15, 20, 30? Я считаю, что я знаю довольно-таки много режимов, но сегодня я выберу такой, который я даже близко и не слышал, и приглашу своих подписчиков, чтобы они угадали его название. Я думаю, это будет крайне долго. Я возьму именно популярный режим, не No Name, и название я придумаю не сам. Скорее всего, это будет вообще режим какого-нибудь Хоукейса. У него очень много популярных режимов. Но сегодня я выберу самый такой незрачный и предложу отгадать его своим подписчикам. Но скорее всего, чтобы мы не играли 3 года, я буду им подсказывать, так как пока они не угадают название, мы не закончим игру. Что ж, погнали! Я думаю, это будет весело. Поставь лайк и подпишись. Нам полетели. Приятного просмотра. Вот так вот выглядит режим, и сегодня мои подписчики постараются его угадать. Вы тоже можете гадать. Может быть, вы угадаете быстрее, чем они. Напишите в комментах, вы были быстрее или же позже. Я буду давать всем подсказки одновременно. То есть и вам, и им. Это очень похоже на какой-нибудь там слепого снайпера. Но нет. В центре Тик. Вокруг бегает Би-Би со скоростью, Тик кидает голову, и всё. Кто последний, остаётся, тот выигрывает. Насчёт названия. Это точный перевод оригинального названия. То есть, один в один. Кстати, насчёт голосования. Не все могут голосовать и давать свой ответ. Только лишь один. Лидер. Они выбрали сейчас лидер, это Спайк. И только он будет говорить, какой у них ответ на этот раунд. После каждой катки они могут сказать один ответ. Будем играть до тех пор, пока они скажут правильную версию. Ну, или примерно правильную, потому что точь-в-точь сказать, но мне кажется, нереально. Что ж, я думаю, каток так 10 минут точно сыграем. Прям железно. Притом, что это уже четвёртая. Они просто всё руйнет. Но, это не считается. Как будто первая. Но эти четыре катки тоже не прошли мимо. Я подкорректировал карту и стал она более-менее совершенной. Ну, конечно, далеко до совершенства. Будем ещё подделывать. Со временем вы явно увидите, как она видоизменяется. И Мейкер умирает. Осталось их 6. Кстати, кто будет первым местом, тот забирает себе Тика. Мы решили, что так будет справедливо. А так к тому же, мне неинтересно играть все катки на Тике. Ну, скажем, что это не самое интересное занятие. Да и к тому же, вообще, нам фулкатки толком полностью-то и не нужны. Скорее всего, я для вас буду обрезать. Мы будем играть, а для вас я буду обрезать где-то половину каток. Только лишь их голосование я буду оставлять и также подсказки, которые я им даю. Тем временем, остаётся уже четверо. Как вы думаете, кто выиграет? Я бы поставил... Так, ну... Наверное, Тара. Да, Тара. Я думаю, Тара. Из тех, кто остался, скорее всего, Таран. Ну, или Влад, но вряд ли. Я думаю, всё-таки Тара. Илка, походу, ГГ. На самом деле, тут если кидаешь человека, он просто не убежит уже. Ну, шансов, как таковых, их нету. Шанс где-то 95% что ты умрёшь и 5% что ты сможешь убежать. Влад или же Тара? Скорее всего... Ну, всё, это точно Влад. Влад проиграет, имеется в виду. Потому что он как-то неправильно побежал, мог бы уйти и сослать на Тару. Но, да, это явно Влад и Тара выигрывает первый раунд. Почётненько. Что ж, идём дальше. В общем-то, к голосованию, или как это сказать, угадыванию. После первой катки никаких подсказок не будет. Только лишь ваши догадки. Может быть, кто-то уже угадал. Ну, честно говоря, вряд ли. Название очень странное. Очень странное. Я бы так никогда не назвал. И Спайк даёт название. Ну, да, давай быстрее, Спайк. Ты знаешь ответ. Молодец. Чуть-чуть побыстрее, пожалуйста. Я понимаю, Спайк знает ответ. Он, когда ещё не зашёл в рум, он уже знал ответ. По-любому. Сейчас мы узнаем, прав ли Спайк или же нет. Я думаю, нет. Поверьте мне, нет. И вот, наконец-то, ответ Спайка это Зорбинг. Это не так. Это неверный ответ. Идём дальше. Потом я буду называть вам подсказки. Скорее всего, после третьей катки. Или второй. Посмотрим. Ну, давайте карточку за тар. Я никогда не играл здесь на тар. Я вообще никогда не играл в этот режим. Я в нём, знать не знал до сегодня снего дня. Ну, знаете, это подобие многих режимов. Он реально похож на много разных режимов. Но конкретно, чтобы играть в именно такую версию, такого никогда не было. Кстати, я думаю, вы заметили, что карта слегка поменялась. Я поставил трамплины в обе стороны. А то это реально сложно. А тихо просто не убежать, если он летит в тебя. А вот так это более-менее просто. Ну, хотя, опять же, спорный моментик. Там ещё надо уметь входить, чтобы ты ушёл. Тем временем, мы просто бежим от тика. На самом деле, я понимаю, что это не так интересно. Лучше прям на грани быть. Да, но первая катка, я хочу как-то поспокойнее сыграть. Где тик? А, вот он. Я думал, в меня летит. И умирают аж двое. Спайк и офлайн, что ли? Что-то, а нет, офлайн нос тик. Да, тогда спайк и тара получается. Да, скорее всего так. Я вот задумался, что бы я сам в голове подумал, если бы мне показали вот этот режим. Ну, правда, вот что. Тики, биби, надо бегать. Бег, какой-нибудь бег, скорее всего бы сказал. Там, бег от головы или бег от тика. Не знаю, честно говоря, ну, сложно сказать, что бы я подумал. Потому что я ответ знаю и как-то не складывается. Тем временем, как-то изи идет. Я вообще ничего не сделаю, просто бегаю. А, стоп, стоп. Да, хейтеры, я хотел улететь, я хотел улететь. Просто активировали оба трамплина, кто так делает? Ну, что за люди, что за... Ладно, погнали дальше. Они попробуют снова угадать. Ну, и гостике дадим самую первую подсказку. Здесь название из двух слов. Каких-то два слова. Какие я уже не скажу, но два слова. Я не думаю, что это кому-то поможет, но вдруг они такие, а, вот это же вот это. Ну, нет. Я думаю, нет. Идет что-то крайне сложно. И еще одну подсказку даю. Название никак не связано с Биби, даже близко. Не бег и так далее. Вообще никак не с Биби, только лишь с тиком и что-то вот от него отходит. Может быть, как-то поможет, но, честно говоря, опять же, не думаю. И ответ закладка бомбы. Нет. Вообще нет. Ну все, погнали. Это третья игра всего лишь. Хотя, опять же, с их успехами это всего лишь третья игра. Ну, типа, поменял ударение. Короче, что-то я быстро отлетел, хотел кибермуф бахнуть, по итогу, как-то слился. Но тем лучше, потому что игры надолго и не нужны. И вот сейчас существенная подсказка. Первое слово это бомбы. Бомбы что-то там. Два слова всего. Но я не думаю, что они сейчас угадают, потому что второе слово такое специфическое. И очень тяжело угадать, что именно вот это слово. В голову приходит просто все, кроме этого слова. Но вряд ли вам тоже это поможет. Сейчас узнаем, что ответил Спайк. О, вы, кстати, тоже можете писать после каждого раунда какой-то ответ. Точнее, добавлять себе в коммент. После каждого раунда это ответ, что вы думали. И будет интересно узнать, что у вас в начале было и чем закончилось. Хотя в конце, я думаю, просто все узнают, что там за ответ. Ну, потому что кто-то же напишет явно из них, точнее, Спайк. Только он пишет ответы. Ну и ответ Спайка бомбы из CSGO. Я не знаю, как он до этого дошел, но да, такой ответ. И это ну, прям очень мимо, я вам скажу, прям максимально мимо. Причем здесь CSGO. Я лично не имею ни малейшего понятия. Видимо, Спайк мыслит на каком-то ином уровне. Мне это не дано. Найс, походу, еще и выиграл. Да, победа. Первое. Я еще не выиграл ни разу. Я только вышел с катки, а они уже готовы дать ответ. Никаких подсказок я не давал. Возможно, они догадались как-то. Почему нет? Мне кажется, может быть, они вспомнили. Хотя там на английском названии, поэтому не уверен. Спайк дает ответ бомбы катапульты, что снова, к сожалению, мимо. Давайте я дам подсказку вам и им тоже. Первая буква второго слова это П. Сейчас, если не угадывать, я говорю третью букву и там еще будет ну плюс-минус непонятно. Много слов, слишком много слов. А если скажу четвертую, то там ну слишком изи будет. Уже слишком очевидно. Что-то я это... Вообще-то я хотел улететь и не умереть. Как-то не фартануло, не повезло. Что-то я прям сильно себя поверил и сдох. Что ж, ну тем лучше, наверное. Второе слово начинается с ПРО и состоит из пяти букв всего. Всего пять букв и получается начинается она с ПРО. Именно в таком порядке бомбы про что-то там. Похоже, сейчас будет какое-то гениальное предположение по их мыслям. Да, бомбы профи. Именно, именно так. Как же ты угадал, Спайк? Бомбы профи, серьезно? Ну какие бомбы профи? Конечно же нет. Я так скажу, даже не близко. Было бы классно выиграть в последней катке, но кажется, не судьба. Выиграть какой-нибудь там офлайн, потому что катка точно последняя. Они обязаны угадать, если узнают четвертую букву. Если не угадают, я уже буду в шоке сам. И четвертая буква Ч. Бомбы прочь. Угадайте пятую. Какая же пятая буква? Ребята, вы сейчас серьезно? Я просто не понимаю. Они серьезно об этом говорят. Я не понимаю. Да я очень рад, что Спайк это сделал. Конечно же, мягкий знак. Какие бомбы прочь? Вы сейчас серьезно? Мне почему-то кажется, что если бы не Спайк, мы бы играли пятую катку до последней буквы. Какая же последняя? Очень интересно. Ну это да, это было сложно. Что ж, оригинальное название было Bombs Away, что переводится бомбы прочь. В двух переводчиках я посмотрел, между прочим, в двух одно и то же перевод. Ну что, я считаю, они справились просто отлично. Почти сами все отгадали. Я толком-то и не подсказывал. Ну, там минимальные подсказки были, но вы все видели. Явно же не дадите мне соврать. Подсказки были просто минимальные. И да, Спайк это сделал. Красава Спайк. Респект к этим пацанам. Ну а на этом у меня все. Напишите в комментах, на каком этапе вы поняли, что за название. На самом деле, это было реально сложно. Это было очевидно сложно. Очень сложно. Я знал, что нифига не угадают сразу, там, после первого, после второго режима. Это просто было нереально. Но я считаю, что они справились все-таки, ну как, неплохо, относительно. Ну а мне все. Понравилось, поставь лайк и подпишись. Спасибо за просмотр. Удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕЦ